Шесть месяцев, соответственно, копили какое-то понимание. Меня зовут Сергей Котарев, я руководитель группы компании UMI. Мы ее базируем в Санкт-Петербурге, четыре компании проводятся. Но он самый известный, компания UMIsoft, в принципе. Компания, которая занимается системами управления сайтом, это CMS. Наш продукт называется UMI-CMS, который мы вышли на рынок в 2005 году, ой, в 2007 году, 5 лет назад. UMI-CMS сейчас, например, у нас в партнерской сети с 1500 веб-разработчиков, которые делаются на нашей платформе. Это где-то 31% рынок. Около 15 тысяч внутренней коробки. И вот за последние полгода, что мы развиваем улучшенный сервис, у нас уже нет примерно 45 тысяч внутренней UMI-CMS в другом области, посредством контроля. А на наших сервисах и на сервисах наших партнеров, о которых я рассказывал. Собственно, есть программный продукт UMI-Cloud, который, собственно, позволяет переносить CMS из коробки, то есть из любого хостяка в Google и продавать в облачную инфраструктуру под ключ. Ну, вкратце, вообще откуда появилась эта идея? Понятно, что мы работаем на рынке веб-разработки. То есть есть веб-студии, есть фрилансеры, есть клиенты, которые приходят к веб-студиям-фрилансерам, чтобы заказать сайт. 80% всех запросов в любую веб-студию у клиентов, которых веб-студии посылают резко, потому что это клиенты малого бизнеса, в котором нет столько денег и нет еще готовности моральной и зрелости, чтобы вкладывать какие-то более-менее серьезные деньги на то, чтобы купить услугу веб-студии. Потому что любой веб-студии по себестоимости создание сайта, короче, CMS – это довольно большая причина денег с точки зрения малого бизнеса. И вот, соответственно, если брать количественно, то вот эти клиенты длинного хвоста, то есть это те малые в основном бизнесы, микробизнесы, индивидуалы и так далее, которым нужны сайты, но которые не могут заказать сайты веб-студии. Это самая многочисленная аудитория на рынке веб-разработки и самая неугодотворенная аудитория на рынке веб-разработки. Мы много копались в статистике и посчитали, помимо, что это около 7 миллионов человек. Для сравнения сейчас, вы понимаете, что у бизнеса не более полумиллиона сайтов всего лишь сделано. Понятно, что эти люди пока окажутся пытаются решать свои проблемы самостоятельно. Кто-то идет, делает сайт с помощью «Народ.руб» или «ЮКОС», кто-то обращается по знакомым студентам. Вот, веб-студиям они не интересны, не нужны, филансерам они тоже не нужны, потому что их уровень стоимости еще не живет. У нас родилась мечта. Как бы нам, собственно, научиться монетизировать до 7 миллионов клиентов? Тебе, тем более, что продукты у нас есть, желание есть, что они хотят. Мы понимаем и так далее. Ну, и тут появилось модное слово. Как раз в первый раз мысль пришла в этом году, в 2007-2008 году, когда вся эта бюджетка включилась. Ну, потом решили, конечно, мы продали коробочные ссоры, потому что со временем мы должны стать именно сервисной компанией. Ну, естественно, длинный хвост может обслуживать только некий сервис, и этот некий сервис, да, по умолчанию называется конструктором сайтов. Вот конструктор сайтов – это, на самом деле, штука, которая, в общем-то, не удовлетворяет потребности клиентов. Особенно, если мы говорим о бизнесе, а мы заточены на бизнесе. Потому что те конструкторы сайтов, которые есть, ну, классически, все, наверное, видели, что такое Яндекс.Народ.ру, или это Юпус. Они позволяют делать многие вещи с сайта. Единственное, что они позволяют делать, это сделать готовое заточенное под бизнес интернет-решение. То есть там шаблончики есть, круглые, квадратные, зеленые, красные, желтые, можно ставить за фоточку, можно какую-то гаджет. Но в итоге, по нашим наблюдениям, не один представитель малого бизнеса, а у S&P-шников у них же нет своих айтишников в штабе, да? Самостоятельно не смог из этого сделать нормальный бизнес сайт. Просто не получается. Сайт про любимую собаку для кого-то получается сделать. Какой-то продающий сайт для стоматологии или для автосервиса, на юбозе или на роде.ру практически невозможно. То есть все конструкторы сайта слишком универсальны, предлагают желтый и зеленый дизайн вместо того, чтобы какие-то готовые разрешения. Вторая проблема заключается в том, что, в общем, этим клиентам таковой сайт это не нужен. Им нужны клиенты из интернета, чтобы перестать клеить объявления на заборах и давать себе объявления в бесплатные газетенки, да? А чтобы получать клиентов из интернета более дешевым, рациональным, цивилизованным способом. Соответственно, сайт – это всего лишь точка посадки. Трафик, а на самом деле им нужен этот трафик забывать. Потому что для малого бизнеса в контекстной рекламы там самый дешевый и простой очевидный способ добычи целевых клиентов. Ну, например, какой-нибудь автосервис в Новосибирске занимается ремонтом органов. Да, вот эта реклама – ремонт только в Новосибирске. Достаточно низкочастотный запрос, если много денег не будет, зато клиентского потока хватит. Но вот региональный малый бизнес от этого начинает приходить, и еще не понимает. Соответственно, вот эти готовые решения конструкторов, они не заточены на то, чтобы привлекать этот трафик. А разбираться в контекстной рекламе – опять же, клиенты чаще всего боятся, не умеют и так далее. Ну, не говоря уже про интернет-фагазин, там еще все сложнее. Ну, и третье – это, в общем-то, конечно, нет такого сервиса пока еще природы, который бы распечивал вот этим 7 миллионам СМБ-шников, принцип одного окна – когда все, что нужно от интернет-маркетинга находилось бы внутри одного сервиса. То есть, в идеале, и сайт, и реклама, и обработка входящих лидов, которые приходят в этой рекламе на сайт, регистрируются на сайт, да, так сказать, элементарные сервисы и продвижения сайта, и какой-то там дополнительный функционал, например, Project Manager. Такого решения природы нет, они только появляются в Америке, но, знаете, их еще нет вообще. С Атексом мы подумали и поехали. Вот я как раз месяц провел в Штатах, где я, собственно, встречался с очень многими специальными наших мировых конкурентами, то есть компаниями, которые уже на Западе давно этим занимаются, а некоторые компании, типа Гибли, уже имеют 12 миллионов клиентов. Т.е. Хомстед имеет, ну, правда, не премиум модель, то есть там очень много бесплатных среди них, а вот компания Хомстед имеет 2 миллиона клиентов по их статистике, но при этом все платы. Вот это было купленное интуит. Вот мы изучали этот рынок и пытались понять, в общем-то, куда они движутся. И поняли, что этот рынок сейчас идет в основном от того, чтобы сделать этот паблик главы general, то есть общий, просто берите у нас сайт. Т.е. бесплатно, за деньги и так далее. К Миннум фокусировкам и специализациям, т.е. Хомстед заточен только для бизнеса. Если вы хотите сделать сайт про любимую собаку или для общения с друзьями, в основном сайте там ничего не найдете. А видите, например, заточен только на красивые сайты, на флэше сделанных. Сейчас они переползают личные мелкие, чтобы на банджете отобразаться. Вот. Т.е. если у вас дизайн студии, или фотограф, или еще что-то, то, соответственно, это решение от ликса будет для вас предпочитать не всех остальных. Каждый пытается в штатах сейчас найти свою нишу. Не Squarespace, а больше в блогинговую платформу пошел. И так далее. Значит, мы стали, в общем-то, вкладывать деньги. Ну, параллельно, естественно, мы развивали коробочные продукты, но свободные деньги мы стали вкладывать в эту облачную инфраструктуру. Но у нас была задача такая, чтобы... Я очень люблю партизанский маркетинг. То есть, я люблю, чтобы мы тратили все те деньги, которые мы можем заработать. И инвестиционные деньги тратить и так далее. Мы понимали, что, чтобы за 2-1 рынок даже был нет, да, с этими 7 миллионами, нам рано или поздно понадобятся инвестиции чисто на маркетинг. Но, чтобы получить от инвесторов очень хорошие условия, то есть, много денег за маленькую долю, да, мы должны были не только сделать сервисы показательно готовых, а не просто приходить с идеей, но и показать им сервисы с отработанной бизнес-моделью, с метриками и с клиентской базой. Тогда мы в гораздо лучших условиях получаем эти инвестиции. Поэтому была задача сначала запуститься, сначала получить несколько десятков тысяч клиентов, и уже потом поднимать инвестиции в этот облачный проект. Собственно, таким путем мы пошли. Но вот на разработку у нас ушло в общей сложности где-то 15 человек или нет. Я считаю, что это очень немного. Реально мы потратили 2,5 года на создание этой платформы, если все просуммировать. Почему немного? Потому что, во-первых, мы использовали готовые уже СМС, которые у нас есть. Просто мы переносили ее в облачный с учетом того, что облачные несколько другие требования к СМС, да? Меньше функционал, больше требований к производительности и так далее. В принципе, мы не писали конструктор сайтов с нуля. Второй момент – это то, что мы все-таки психологически софтверная компания, а не сервисная компания. И первое время мы ничего не перестроились, мозги прежде всего у меня. Мы думали о том, что мы напишем вот эту платформу для создания облачных сетей сайтов, и будем зарабатывать деньги на том, что будем ее продавать. Всяким крупным порталом, всяким критикально ориентированным компаниям, государству и так далее. И, в принципе, частично так и получилось. Это выстрелило. То есть мы сделали несколько крупных продаж, которые позволили… То есть сначала мы запустили с сервиса облакание для себя самих, а для клиентов на заказ. Получили на этом деньги, которые позволят нам развивать эту технологию дальше. И третье – это то, что мы хотели сделать вот этот принцип одного окна и понимаем, что надо пользоваться готовыми на рынке решениями для каждого направления, вместо того, чтобы писать это с вами. Соответственно, просто сам по себе контроллер сервиса, который всем этим управляет, должен иметь такой развитый обид, чтобы интегрироваться с любым одним внешним сервисом. И, соответственно, уже с интегрированием с Яндексом, с Ригру, с Собэффектором, мы продолжаем, в общем-то, подключать новые сервисы за счет подключения новых технологических партнеров. Я считаю, что это было стратегически очень верное решение. Хотя, конечно, если мы с самого начала строили сервис, а не вели себя как состроенная компания, мы бы, конечно, и там создание продукта и имплата, который управляет сервисом, мы бы пропустили. Мы бы его сделали только по себе. В момент документировали, мы бы написали по IP и так далее, сэкономили бы на это, наверное, будет. За этот год нам дал огромное количество интриги, довольно много пиара, довольно много денег. То есть, вот, был вот такой проект, сейчас есть на старт, который запустил Microsoft совместно с Infobox. Они, соответственно, у нас купили этот клаван, вместе с 50 тысячами лицензий, развернули это все, заработали еще раньше, чем мы, собственно, свой сервис или миру создали. Потом к нам обратилось государство. У государства, у московского правительства, их задача была, задача нам решена, создать сайты для всех школ, детских садов в Москве, причем, чтобы это централизованно все управлялось, и чтобы в любой момент можно было новый сайт создать. Каждая школа управляет своим собственным сайтом, и все это сверху еще управляет центральным порталом, который обеспечивает сквозной поиск, с этим сайтом и так далее. И, соответственно, для решения юных главы тоже очень пришлось кстати. Аминь. Аминь.